Приветствую вас, друзья! Предлагаю поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Renault Logan. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Несмотря на высокую популярность, красавцем Logan назвать нельзя. К тому же, с возрастом на его кузове могут появиться следы коррозии, которые автомобиля, ясное дело, не украшают. Охотнее всего, лакокрасочное покрытие слезает с нижней части задних колесных арок вместе стыка с порогами. Слабыми местами можно назвать верхнюю кромку ветрового стекла, проем крыши багажника под задним стеклом, те же колесные арки и пороги. Правда, этими болячками больше всего страдали первые машины. После внесения изменений в технологию гальванической обработки, кузов автомобилей моложе 2008 года стал более стойко сопротивляться ржавчине. Однако владельцам поддержанных Logan в любом случае настоятельно рекомендуем регулярно, раз в 2-3 года, производить полную антикоррозийную обработку. Заодно можно установить и дополнительную звукоизоляцию, она уж точно лишней не будет. На бюджетных автомобилях данного класса на установке шумки явно экономят, впрочем, как и на отделочных материалах. Кстати, кузовные детали на Logan не так уж и дороги. Например, за крыло и блок фару дилеры просят по 5000 рублей, а капот и бампер можно приобрести за 10-12 тысяч. Можно также прилично сэкономить, заказав неоригинальные запчасти. Правда, за это кузовных дел мастера вам спасибо не скажут. Такие детали сложно установить без селективной подгонки, да и стойкость к коррозии у них ниже, чем у оригинала. На Logan устанавливали надежные экономичные бензиновые восьмиклапанные четверки объемом 1,4 75 лошадиных сил и 1,6 литра 87 сил. На рестайлинговых машинах в 2009 году появился также 1,6 литровый 16-клапанник мощностью 102 лошадиные силы. Все моторы работают на 92-м бензине, причем работают давно. Более 20 лет их ставят на различные модели французской фирмы, поэтому сервисмены изучили их досконально. Правда, несмотря на долгий послужной список, у этих двигателей сохранились некоторые врожденные болячки. Например, после 4-5 лет начинают потеть сальники коленчатого и распределительного валов. Детали копеечные, а вот ремонт может потребовать от 1,5 до 5 тысяч рублей. Дело в том, что передние сальники меняются довольно быстро и не очень дорого, а вот при обновлении заднего уплотнительного кольца коленвала придется снимать коробку передач. К 100 тысячам километров пробега может засопливиться прокладка клапанной крышки, замена ее копеечная. Не забывайте строго каждые 60 тысяч километров пробега менять ремень газораспределительного механизма, в среднем 1800 рублей. Чтобы дважды не платить за одну и ту же работу, сервисмены рекомендуют вместе с ним обновить и водяной насос от 2200 рублей, который редко доживает до следующей плановой замены ремня ГРМ. Примерно столько же отпущено и ремню приводных агрегатов от 2000 рублей. На этих моторах периодически через 30-50 тысяч километров придется менять катушки зажигания по 1750 рублей. Из-за выхода из строя реле нередко приходится покупать новый генератор от 5600 рублей. Не особо долговечны датчики холостого хода, положение коленчатого и распределительного валов. Из-за плохого бензина начинают хандрить датчики кислорода от 3600 рублей и массового расхода воздуха от 3900 рублей. Если долго ездить на суррогате, то в конце концов взбунтуется нейтрализатор, который стоит немалых денег. Впрочем, отечественные владельцы Логанов редко заморачиваются его заменой. Каталитический элемент просто вырезают, устанавливая обманку, и продолжают эксплуатировать машину без него. Для Логан лучше выбирать специализированный сервис. Гараж, в котором ремонтируют все марки машин, не годится. Француза следует обслуживать механиком, знакомым с техникой Рено. Ведь конструкция этих двигателей имеет свою изюминку. К примеру, отчет цилиндров начинается от маховика, а на шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров нет меток для выставления фаз газораспределения. Со всеми двигателями сочетается 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Механическая коробка априори долговечна и рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако для того, чтобы в ваших условиях МКП дожило до старости, в ней следует каждые 60 тысяч километров обновлять масло. Хотя в руководстве по эксплуатации сказано, что трансмиссионная жидкость в коробке залита на весь срок ее службы. После 5-6 лет разбалтывается кулица рычага выбора передач. Впрочем, лечение с установкой ремкомплекта втулок обойдется всего от 1500 рублей. Не забывайте, что задняя передача не оборудована синхронизаторами, поэтому включать ее следует только при полной остановке машины и с полностью выжатой педалью сцепления. Автоматическая коробка, пожалуй, самый проблемный узел автомобиля. Несмотря на то, что она недорога и проста по конструкции, долговечностью не отличается. Надо быть готовым к тому, что после 100-130 тысяч километров пробега может выйти из строя гидроблок клапанов 35 тысяч рублей, а также пакет фрикционов, ресурс которых зависит от чистоты и давления масла в системе. Поэтому трансмиссионку в АКП следует обновлять каждые 60 тысяч километров или не реже одного раза в 2-3 года. Зато коробка отличается относительной доступностью и ремонтопригодностью. Капитальный ремонт, например, обойдется от 75 до 120 тысяч рублей. Главным козырем Логан по праву считается кондовая и беспрецедентно энергоемкая подвеска с задней полузависимой балкой. Понятно, что при этом об отточенной управляемости говорить не приходится, ведь такие автомобили приобретают не для городских гонок. Этот компактный семейный седан создавался прежде всего для комфортабельной езды по плохим дорогам, и с этой задачей он справляется на пятерку с плюсом. При этом подвеска с проглатывает мелкие и средние неровности, слегка потряхивая седоков на глубоких ямах и колдоминах. Расходными деталями в ходовой считаются стойкие втулки стабилизатора, которые выхаживают в среднем от 20 до 50 тысяч километров, а стоят копейки. В зависимости от манеры езды в интервале 60-100 тысяч километров напомнят о себе передние амортизаторы от 3,5 тысяч рублей за штуку, а позднее и задние от 2900 рублей. Примерно столько же выдерживают ступичные подшипники 4000 рублей, шаровые опоры по 1850 рублей и опорные подшипники стоек по 1500. В задней подвеске кроме сайлин-блоков и амортизаторов и менять-то особо нечего. В рулевом управлении после 50 тысяч километров пробега придется обновлять наконечники и тяги, за которые просят по 1300 и 1500 рублей соответственно. Сама рейка от 15 тысяч рублей начинает постукивать на 20-30 тысяч километров, но менять ее рано. Достаточно подтянуть регулировочные гайки и она прослужит еще как минимум столько же. Электрооборудование особых сюрпризов не преподнесет. Посетовать можно разве что на перегорающие с завидной периодичностью раз в 3-4 месяца лампы ближнего света. Правда, стоят они в среднем всего по 200 рублей, а менять их можно и самостоятельно. При определенном навыке это занимает пару-тройку минут. У пользователей также возникают вопросы к непроизводительной работе системы вентиляции. Есть претензии и к эргономике. Коротковата подушка водительского кресла, которая регулируется по высоте только в дорогих версиях. Звуковой сигнал расположен в торце подрулевого рычага, а крышка бензобака открывается ключом зажигания. Однако все это мелочи, к которым со временем привыкаешь. Главное, что подержанный Логан почти никогда не подводит, а если ломается, то починить его можно всегда, даже в самой отдаленной деревушке, ведь по простоте конструкции он не уступает отечественным машинам. Поэтому неприхотливые, экономичный и крепкий седан, приглянулся таксистам и частникам, зарабатывающим на жизнь с возом. Однако при выборе Логана из вторых рук, все же советуем избегать машин из такси, а также с особой тщательностью проверять модификации с автоматом. Ну а если вы являетесь владельцем Renault Logan, то пожалуйста, пишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишитесь на канал. До скорых встреч.